Сегодня твой первый день ныряния в море. Ты просто такая замечательная, такая морская, такая волшебная. Расскажи, какие у тебя были ощущения от этих предус, от этой воды, от лаз, от нового качества, от всего? Я сейчас, наверное, не смогу рассказать, потому что мне нужно переосмыслить, что со мной произошло. Потому что каждый раз, когда я нахожусь в какой-то точке своего роста, в точке, где нужно расслабиться и раздвинуть свои границы, мне, конечно, сначала очень страшно и нужно побыть наедине с собой. Но с тобой в компании, Марина, это всегда происходит каким-то магическим образом, потому что, судя, не только потому, что у нас с тобой костюмы одинаковые практически, только сзади ты можешь у нас отмечать. Вообще, в принципе, я могу Марине на фотографии свои искриво давать. Но еще и потому, что каким-то образом я чувствую, что если ты это можешь сделать, то я тоже могу. А в тебе такая сила убеждения и такая энергия, что отказаться попробовать невозможно. Я сегодня нырала до дна. Там просто находятся миллиарды медуз. Мы сквозь них вот так вот проныривали, сквозь вот эту толпу медуз, от самых маленьких побольше. И у них у всех в серединке такие белые электрические круги. Они тебя ужалили? Ну, нет, конечно. Потому что надо рот прикрывать ладонью, когда ты ныряешь. И ты их видишь только через маску. И там вот такие большие корнироты вокруг. Но когда ты донываешь до дна, там пусто и тихо, и благодать, и спокойствие, и барханы. И вот ты касаешься, и вот в этот момент, когда ты доныриваешь уже до дна, вдруг раз у тебя прямо перед глазами возникает лицо Марины. А Марина уже давно тебя тут ждет. И пока ты всплываешь, Марина, как рыбка вокруг тебя, вот так вот плавает, чтобы с тобой ничего не случилось. И поэтому такое ясное происшествие и абсолютное успокойствие. Но надо сказать, 5 января... Четвертого. Четвертого? Да. Ну, неважно. В общем, января в такую погоду. Там потрясающее абсолютно солнце под водой. И у меня просто сейчас есть невероятное мистовое желание искупаться еще только после этого. Оказалось, что фридайвинг это совсем не страшно. И как бы последнее я пробовала, это было безопасно, но оказалось, что в море тоже безопасно. И это невероятный кайф. Если бы вот Марина не сказала, выходи, то я бы здесь отдыхалась до вечера. Правда. И ныряла бы, и ныряла, и ныряла, и ныряла, потому что только, наверное, третьего или четвертого раза я перестала бояться полностью. Потом мне так понравилось дотрагиваться до дна, то что ты его так дотрагиваешься, а он такой в разные стороны. Ну а потом уже надо проплыть вдоль, встать на ноги, подышать, в общем. И отдельный кайф это, когда ты просто расслабляешься и тебя в воздух поднимает наверх, и ты просто вот так кайфируешь и встречаешься с кислородом. Это незабываемое ощущение. Я прям желаю кое-какую кислородную. Я не знаю. Ну еще надо поспать с этим ощущением. Потому что вдруг почувствовать, что сегодня я сделала то, чего я никогда не делала, поэтому я имею право загадать. Самая такая грунтая. Да-да-да, сейчас вот так и будет. Любочка, я тебя поздравляю своим началом морского физического фиде-мотер-дайлинга. И прекрасная молодец, русалочка и Любка. Чтобы с тобой были еще многие-многие друзья в моментах. Слушай, а нас виду...